приветствую вас на моем канале в этом видео расскажу про toyota camry гибрид 40 кузове который к нам попал с неисправностью высоковольтной батареи автомобиль был официалов и сделали диагностику диагностика показала что есть неисправности выход из строя гибридной батареи ухудшения характеристик батареи 17 блок батареи разряжен 18 блок батареи разряжен рекомендуется заменить гибридную батарею вот сейчас подключили компьютер ошибки немножко не те не 17 блок и 8 18 блок а 7 8 блок и рекомендация заменить гибридную батарею сбор гибридной батареи сейчас хочу проверить какие все-таки элементы вышли из строя и будем снимать батарею ремонтировать батарею так что мы имеем так вот у нас есть 7 блок видно что 14 вольт а все остальные 16 и 5 16 7 так и что у нас по что у нас по 8 15 95 с 17 18 блоком все нормально вернее как 17 бокса нормально 18 здесь нету так теперь сейчас вот показывает у нас минимальное напряжение и это 7 блок максимальная на втором максимально на втором минимальный блок номер 7 количество блоков батареи 17 так здесь 17 пар они идут попарно всего их здесь 34 штуки 34 элемента из них нужно будет менять но сколько менять это уже будет видно в процессе диагностики самое низкое напряжение сильно на седьмом и восьмом блоках так теперь мы запускаем так заряжаем сейчас зарядим его до максимума и потом разрядим посмотрим какие блоки вот уже кстати говоря седьмой блок уже напряжение выше всех то есть в нем нем емкости нет вообще пробег на машине сто пятнадцать тысяч миль не знаю сколько это адекватный пробег будем доверять одометру 7 блок уже 17 вольт так ну а так вот выглядит батарейка с кэмри я уже тут что-то с ней делали возможно меняли вот деформация по кузову и по корпусу есть подписана она явно не заводская поэтому будем сейчас ее снимать разбирать и проверять по отдельности элементы ну вот чека который необходимо снять это необходимо снять чтобы безопаснее можно было отключать подходящие провода и заодно обязательно почистим вентилятор охлаждения потому как на нем скорее всего будет разный налет грязный кстати говоря в камере 50-ки используются такие же точные элементы как кэмри 40-ки и их можно переставлять с одного корпуса в другой однако сами корпуса не взаимозаменяемые такие же элементы используются и в приусах 20-30 кузовах тоже элементы можно представлять друг с другом но корпуса абсолютно отличаются на lexus rx 400 гибрид элементы совершенно другого типа и они не взаимозаменяемые с toyota prius и toyota camry также есть в линейке гибридных автомобилей toyota на toyota prius plus литий-ионная батарейка у которых совершенно другие элементы и вот так вот выглядит сама батарейка и на днях мы будем разбирать и если будет интересно пишите обязательно сделаю обзор и на них сейчас погнали разбирать батарейку сороковки и 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 самая примитивная проверка элементов не проверять емкость это дельту проверить между напряжением заряженного элемента и насколько он разряжается через минуту вот у нас есть такая нагрузка включаем питание чтобы сработало реле и засекаем одну минуту и смотрим насколько разрядится элемент для того чтобы понимать какая у него емкость не какая емкость потерянная емкость или нет эти данные вносим в таблицу и учитываем на этом бланке свели то что у нас показатели были и увидели какие элементы умершие они вот у нас как раз 7 и 8 блоки это самый сильный самый большой разбег меньше разбег еще есть четвертом модуле и в 11 модуля поэтому эти элементы мы тоже поменяем чтобы уже батарейка жила долго и счастливо элементы уже пришли вот они лежат мы их проверили они даже лучше поэтому нужно будет их немножко растасовать так чтобы более-менее уравновешенные были контакты сильно окислены поэтому мы сейчас их все по вытаскиваем скрепление с холдеров и кинем в моющее средство чтобы очистить это все от окислов вот они вот так вот выглядит пусть только их отмыли от окислов они блестящие золотые теперь будем разбирать эту батарею и вставить сюда вот эти элементы должны эти элементы лучше чем эти сейчас согласно нашему списку сделаем так чтобы эти стояли с наименее мощными то есть самыми слабыми элементами вот и батарея соорудили вот такой вот паука соединили все минусовые клеммы друг с другом и все плюсовые клеммы для того чтобы батарейка самобалансировалась чтобы во всех пакетах было было одинаковое напряжение теперь она простоит выходные в таком состоянии пакеты те которые разряжены дозарядиться те которые перезаряжены под разрядиться и при установке машину то не будет никаких конфликтов все будет работать нормально после выравниваем напряжение на всех элементов получилось по 772 все теперь будем собирать батарейку устанавливать автомобиль так собрали автомобиль подключаем компьютер так читаем что у нас по батарее так напряжение у нас 16 22 16 46 и гуляют блоки это хороший показатель потому что небольшой разбег если какая-то сильно перезаряженная или переразряженная тогда они четко стабильная а из того что они гуляют это хороший показатель так что у нас есть и и и и Продолжение следует...